Прямо сейчас обратимся к карте боевых действий от Американского института изучения войны и, по последним данным, Генерального штаба Вооруженных сил Украины. На Харьковском направлении российские войска задействовали ствольную и реактивную артиллерию для поражения районов населенных пунктов Константиновка, Светличная, Калиновая, Дементьевка, Борщева, Черкасские Тишки, Александровка, Шестакова, Верхний Салтов, Базалиевка, Лебяжа и Пришип. На Славянском направлении, переходим чуть ниже, российские войска при помощи артиллерии били по объектам гражданской инфраструктуры возле Нарцовки, Родного, Дмитровки, Мазановки, Петровского и Черкасского. На Краматорском направлении, также обратим сейчас внимание, обстрелом подверглись районы Спорного, Северской и Татьяновки. Переходим к Бахмутскому направлению, там зафиксированы обстрелы у самого Бахмута, Солидара, Яковлевки и Кадемы. На Авдеевском направлении, спускаемся чуть ниже по карте, российские войска огнем танков, ствольной и реактивной артиллерии пытались разрушить важные объекты инфраструктуры, нанести урон украинскому подразделениям в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Торецкого, Красногоровки и Новобахмутовки. На Запорожском направлении, движемся уже на юг, противник подверг огневому влиянию территории возле Железнодорожного, Новоукраинского, Преображенки, Красного, Январского, Времовки и Степногорска. Теперь Южнобукское направление рассмотрим. Основные усилия российские войска пытаются не допустить продвижения украинских войск, совершая обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Также нанес авиационные удары возле Большого Артакова, Первомайского и Ольгинового и акватории Черного и Азовского морей. Там обстановка существенных изменений не претерпела. Корабельная группировка противника выполняет задачи разведки и блокировки гражданского судоходства с северо-западной части Черного моря. Также напомню, что это последние данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины и карта боевых действий от Американского института изучения войны.